Нижегородец Владимир Якуба, предприниматель и бизнес-тренер номер один по продажам со сцены в формате реалити. Продает по громкой связи прямо на тренинге. В свои 35 лет он посетил с авторскими программами 102 города в 14 странах мира. Самый известный в России специалист по хэдхантингу, автор 9 книг, 8 обучающих фильмов по лидерству, продажам и работе с персоналом. Владимир, здравствуйте. Расскажите о премии «Работодатель года». Я знаю, что вам предложили быть в составе жюри, но вы отказались и захотели опять участвовать. Вы же уже побеждали однажды. Зачем вам это? Ну как, плохо тот спортсмен, который не хочет побить предыдущие рекорды. С точки зрения жюри я, наверное, чисто физически не уверен, что я смогу подстроиться. А с точки зрения участия, то почему бы нет? Как найти идеального сотрудника? Дайте, пожалуйста, советы собственникам бизнеса и работодателям. Совет номер один. Увеличьте поток. То есть, если вы до этого размещали только на одном сайте headhunter.ru, то значит, сейчас вам нужно не только размещать, а еще купить базу. Не только базу купить, а еще приобрести суперджоп. Работа.ru на короткий период. И не только это. Это все ваши работные сайты. Еще есть второе. Соцсети. Правильно с ними работать. Не просто пост разместил у себя на странице, где, например, у тебя 62 друга, и удивляешься, что соцсети не работают. Так ты в группы, репосты, конкурсы. Достаточно инструментариев. Инстаграм. Третий. Headhunting. Про монитор, про звони. Четвертый. Рекомендательный рекрутинг. В западных странах рекомендательный рекрутинг в некоторых компаниях побивает рекорды сравнительно с работными сайтами. Рекомендации намного больше приводит. И это не блат. Это рекомендации по цепочке. И я только начал этот список. Второе. Вопрос оценки. Некоторые не умеют правильно оценивать. И, соответственно, берут не тех. Вопрос продажи. Некоторые не умеют продавать компанию. И еще это, скажем, онлайн-интервью, онлайн-оценка. Оценка мотивации текущих сотрудников, мотивации кандидатов. Определенные простые зоны тестирования. В том числе профессиональное тестирование. Например, бухгалтеров, финансовых работников, IT-специалистов. Это тренд, который и был, но сейчас он упрощается. Имеется в виду кандидатам, отправляется ссылка, он заходит, заполняет, время фиксируется. Дальше выходит. Понятно, за сколько времени, сколько ошибок он совершил. Как-то это более прозрачно становится. Самое востребованное – это менеджер по продажам во всех регионах. Но вот дальше идут небольшие отклонения. Естественно, в зависимости от того, чем регион больше живет, на чем он больше зарабатывает. Однако, в целом, если все-таки универсальность создать, то я могу сказать, тренды следующие. Первое – все, что связано с продажами, работа с клиентами, близкие маркетинги, еще что-либо. Второе – это IT-направление. В разных интерпретациях есть довольно много фрилансеров, людей, которые создают команды. Мне очень приятен тренд, что во многих городах развивается интеллектуальная промышленность, создание каких-то инженерных сетей. И вот это радует. Чтобы мы не говорили не только про менеджеров по продажам, а еще есть узкоспециализированные профессионалы, которые растут, развиваются и хорошо зарабатывают. Спасибо большое за эту содержательную беседу. Я напомню, с нами был бизнес-тренер Владимир Якубов.